Сюжеты и программы с защитной маской на лице и перчатках на руках. Так работали в этом году все журналисты, выезжающие на самые важные события. Семь конкурсов и 160 работ. Мининформполитики Республики подвело итоги конкурса в сфере средств массовой информации. Доступ к спикерам ограничен. Мероприятия в режиме онлайн. Это были наши будни. Как же сохранить связь, избегая контактов? Такие проблемы испытывали в этом году телевизионщики. В отличие от радио и печатных СМИ, сюжеты снимать на удаленке невозможно. А главное, надо было сохранить баланс между тревожными сводками по ковиду и новостями из обычной жизни. 2020 год для нас журналистов тоже был непростым. И в начале года даже были сомнения, сможем ли мы выполнить все обязательства, которые на себя взяли. Потому что организовать съемки было действительно очень сложно. Не было каких-то мероприятий крупных. С людьми договаривались о встрече, они начинали болеть. И пришлось увеличить нам выпуски новостей. Потому что люди тогда в самом начале пандемии хотели знать больше информации. И информация очень быстро менялась. Но мы справились и выполнили все обязательства. Оперативные новости, интересные программы оценивали зрители. Еще один итог победы в журналистских конкурсах разной тематической направленности. От противодействия, коррупции, реализации нацпроектов до детских программ. Самое главное было объяснить обычным людям, что такое нацпроекты. Не просто назвать какие-то цифры, сколько денег выделено, что сделают. А вот через отдельную деревню, отдельного человека, показать, что этот человек получит от этого нацпроекта. Мы проехались, наверное, по всем районам. Где-то рассказали про точки роста, где-то рассказали про дороги, где-то рассказали про строительство клубов. И стало понятно, что нацпроекты действительно охватывают все сферы нашей жизни. И они действительно делают нашу жизнь комфортнее, лучше, удобнее. И, конечно, они касаются каждого из нас. В этом году Надежда вместе с коллегами-операторами и режиссерами получили сразу три диплома в разных номинациях. Редактор Юлия Адюкова победила в конкурсе молодежных медиапроектов «Пишу и рассказываю о Чуваше». И удостоилась диплома второй степени за детскую телепрограмму «Щелторчик Сэм». Награду получила и Татьяна Молокова за программу «Вектор комфорта». Высокую оценку получили наши коллеги-продюсер Таван радио Надежда Андреева, редактор национального радио Регина Вихарева. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика.